День, если я не ошибаюсь, ты была в Германии, да, и у тебя был первый прямой эфир, ты выходила первый раз в прямой эфир, я ничего не напутала? В Англии. В Англии, да, прошу прощения. Это было так мило, ты была в кепочке, и видно, что для тебя это новое, но интересно, потому что люди... Мы разговаривали про творчество очень много, и люди с большим удовольствием за всем этим наблюдали. Ее больше чем уверена, поэтому... Как ты вообще, ты осваиваешь Инстаграм, да, сейчас? Ну, не, ну, давай так, я, якшо вы так помните, ты телефон, я киняю. Это, в принципе, и то, что мне не понравится. Кнопочный, ребята. Мы можем озвучить, да, что это есть? Да, Nokia 32.0. Маленький, кнопочный, с маленьким кольоровым экраном, а покажи заднюю часть, нет камеры, да? Нет камеры. Нет даже камеры. Причем мы первый раз с Тиной познакомились пару лет назад, а ты была с этим уже телефоном, а это правда. Это правда. Вот. Это сейчас так, но все-таки вы видели, может, и рекламу, и все-таки. И тебе подарили новомодный, крутой. Смартфон. Да, смартфон, пум-пум-пум, кричим, что это, как вы, а у вас, до речи, камера цієї фирмы тут есть, веб-камера, тла-ла-ла. Вот, так, теперь я вот это снимаю. Деколи, конечно, и снимаю свой город, сад. И показываешь людям. Да, у меня груши, груши вчера, а сегодня я квити, вот эти мои фиолетовые, зараз в Инстаграме, это третий сорт. Их три розочки зараз, всего три, уявляете? Я думаю, просто людям цікаво бачить вот эту зворотню сторону життя артиста. Я не готова все показать. Ну, все, однозначно, нет. Мені не подобается, когда я ем, я не ем, а у вас болит, а у меня не болит, а если болит, что делать, давайте порадимось. Тобто, это уже давно вышло за кордоном. И если вы за кордоном уже Инстаграм перерез в такую, знаешь, мережу магазинов. И это магазин, в котором можно купить хендмейт, то, что ты делаешь сейчас, то, что ты предлагаешь. Тобто, развивает творчость людей, а не оцей, типа, тупо висять в этих телефонах. Ну, мне не понравится. И, второе, это, если вот так вот просто постоянно сидеть и смотреться в этот экран, час минает, и ты даже не увидишь, как ничего не создал, ничего не появилось нового в тебе. Ну, лучше читать книгу так долго. Люденьки, вылазьте из соцмереж, дети что-то делают, и тогда звоните на радио. Так вот, вопрос, о чем мы говорили только сейчас, когда была реклама? Я вообще хотела поговорить про клип. И мы говорили о том, ты спросила, что понравилось больше всего по поводу в этом клипе на песню «Мужчины моей мечты». Мы сегодня в эфире нашего радио песню презентовали. Я немножечко, а вы так с Юрчика между собой общаетесь, я вас немного возвращаю. А мы, да, мы здесь, мы уже летим о десь. Так вот, по поводу клипа на песню «Мужчины моей мечты». Очень красивые девочки в таких платьях белых, дети. Платье украинского дизайнера. Ну, я не удивлена на самом деле, что взяли кого-то из нашего. Как такое все? The Flow. Хорошо, передаем привет. Платье роскошное, это правда. Расскажи, пожалуйста, по поводу Вене, твоего сына. Так, его в клипе нема. Это не он. Так он или не он? Я думала, что он. Нет, это не он. Но мужчина есть в главной роли, в основном. Мужчина есть, а Веня клип не видит, потому что он будет... Что это за мальчик? Что это за мужчина? Кто это? Маленький режиссер клипов мамы. Кстати, Веня же учится в Англии. Вы прямо на английском практикуете с ним дома? Он просит, чтобы я не делала этого. Почему? В кого кращий режиссер английский? В тебе или у сына? В него все-таки. Он говорит, что я тебя и так понимаю, можешь не стараться. Какие вообще у него увлечения? Как вообще вы видите? То есть, если ребенок учится там, ну как вот, да? Я до него лечу. Ну, очень часто. Очень часто. И, ну, он уже звик давно, еще из детства, что мама на концертах по 5 дней, по 6 дней, и сейчас для него там, там, 7, 8, 9, 10 дней, это нормально абсолютно. Потом я лечу до него. И трое в него, потом повертаюсь. Вот так. Ну, такая семейка. Абсолютно нормально. Он, до речи, чтобы вы понимали, с 7 лет летает сам на литок. И это нормально? Нет, он говорит, что со мной собираешься лететь, когда я в аэропорту погружаю. Мама, не позорь меня, я дорослий пацан. Так, так, чекай. Он в школе это рассказал. А девчата, я хочу лететь до тебя домой. Мама, он меня берет, мы летим у самих двух. Какая же это прям романтичная мандривка. А шанувальницы, какие уже есть у него? Конечно, есть. Конечно, в нем есть. Невеста? Він, до речи, если можно, можно я похвалюсь? Ну, знаете, каждая мама своим чадом любит хвалиться. Но тут такой случай, он не из их краев, но смог. Это, напевно, какая-то тату, быть лидером. Або от мамы так же что-то перепало. Я надеюсь, он отримал академичную зерку и першу ступень с математики. Ох ты! На английском языке математики. Сэндийской. 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 Мама на английском языке. Слушай, а как удобно, да? Вот мама Тіна отправила ребенка учиться в Англию. Маме Тіне не нужно проверять уроки. Не нужно или нужно? Не, там, поверьте, что догляд, да, догляд есть. Поэтому мама может спокойно заниматься тур. Но, про что я еще пишусь, он там ходит, он сегодня мне говорит, мы немного позже вам передзвоним, потому что мы идем в украинский клуб. А у нас же, мы готовим концертную программу. Я говорю, и что, и что, и что? А он танцует, его пак, и там, верши, и там, пісни. Украинскую? Да. Ты не видишь, как он танцует? Я бачил, но это, ну, то, что дитина поехала туда, асимулювалась, до речи, достаточно быстро, потому что он еще приемлемо малий, и это делает немного быстрее, чем взрослый, но остается эта автентичность, и это очень круто. Деколи вона, та автентичность, яка там, зашкалюет, а я маю на увазе, там ее больше, чем у нас. Деколи так. Я прошу прощения. Что сталось? Нам нужно идти на рекламу просто на 2 минутки, и мы вернемся. Да, у нас Тина Кароль сегодня в гостях, такое ощущение, что мы сидим на кухне, я не знаю, пьем. Чаек требует. Пьем чаю. Чаю, чаю, чаю. Ча, что будет. Динамика.